Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу, 11 марта, за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 35 по 44. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. И запрещь Ему, обезгнай Его. И глобла Ему, блюди, никому же не чисто журцы. Но шеф покажись Ереме, и принеси за очищение Твое. Ежи пыли мы сей, во свидетельство им. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. А утром, восстав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, «Все ищут тебя». Он говорит им, «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и, падая пред ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистить». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему, «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». В древности проказа была самой тяжелой болезнью. Наверное, нет смысла описывать физиологическое состояние больных проказой, оно было ужасным. Но все это усугублялось тем, что, по словам древнего историка Иосифа Флавия, с прокаженными обращались так, как будто они были уже совсем мертвыми. Как только устанавливали, что человек заболел проказой, его окончательно изгоняли из общества. Книга Левит дает такое установление. «Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне ста на жилище его». Прокаженный должен был ходить в рваной одежде со всклоченной и непокрытой головой, закрытой тканью до губ и кричать всякому встречному «Нечист». В эпоху Иисуса Христа прокаженным в Палестине был запрещен вход в Иерусалим и во все города, имевшие стены. Не было другой такой болезни, которая бы настолько изолировала человека от его собратьев. И вот такого человека исцелеет Господь. Святитель Иоанн Златоуст обращает наше внимание на то, что прокаженный с великую горячностью просит Христа, просит с искренней верой «Если хочешь, можешь меня очистить». Не сказал «Господи, очисти», но все припоручает ему, его воле предоставляет исцеление и свидетельствует о его высочайшей власти. Мы видим, дорогие братья и сестры, как прокаженный подходит ко Христу с величайшим доверием. Он не сомневался в том, что если Спаситель захочет, он сможет очистить его. Ни один прокаженный не подошел бы когда-нибудь к ортодоксальному книжнику или раввину. Он очень хорошо знал, что его прогонят, побив камнями. Но Господь расположил его сердце к себе, тем самым показывая и нам с вами, что никто не должен чувствовать себя слишком нечистым, чтобы подойти ко Христу. Мы также можем поучиться у прокаженного смирению. Он не требовал исцеления. Упав перед Господом на колени, он лишь сказал «Если хочешь, можешь меня очистить». В этих словах раскрывается смиренное сердце, которое, сознавая свою нужду, обращается к Спасителю. И вот такое обращение снискало благоволение Господа. Во-первых, и прежде всего, Христос проявил сострадание. Закон требовал, чтобы любой человек избегал прикосновения к прокаженному, потому что это угрожало ужасным осквернением. Но Господь не только подпускает к себе прокаженного ближе, чем на два метра, но и простирает к нему свою руку и касается его. Архиепископ Оверхий Таушев пишет. «Прокаженный с глубокой верой смело нарушает закон, запрещающий ему подходить к здоровым, чувствуя, видимо, что среди них находится сам Господь. Его просьба об исцелении полна столь глубокого смирения, сколь и веры в чудодейственную силу Господа». Исцеляя, Господь коснулся больного, желая показать, что он не связан никаким законом, запрещающим прикосновение к прокаженному, что для чистого нет ничего нечистого, и выражая этим жестом чувство глубокого сострадания к несчастному. Для Спасителя в жизни существовало только одно стремление — помогать. И только один закон — закон любви. Стремление к проявлению любви было превыше всех прочих норм и законов, и уставов. Господь своими словами «хочу», «очистись» и прикосновением исцеляет прокаженного. И по свидетельству Евангелиста, после сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. После этого Христос отправляет очищенного к священнику для принесения жертвы за очищение, как было установлено в законе Моисея, прося никому ничего не говорить об исцелении. Блаженный Феофилакт замечает, заповедует прокаженному не сказывать никому о нем для того, чтобы и нас научить не искать похвалы от тех, кому благотворим. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, научает нас даже в самых трудных жизненных ситуациях не отчаиваться, но с доверием к Богу и смиренным сердцем просить чудесного участия Его в нашей жизни. Ведь чудо не может совершиться само по себе. Оно есть соединение усилия воли человека, преисполненного веры, с беспредельной благодатью Божией. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok